Книга «Открытым оком. Тема священства». Том 10. Вопрос 2341. Что помогло вам устоять, когда против вас шли статьи в религиозных журналах, когда и свой архиерей душил вас смертно? И что было бы, если бы вы их послушались и принесли покаяние перед ними во всем, в чем они хотели одержать победу? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Полная наша доверенность Богу и Слово Его. Отступить от Библии значило погибнуть. Архиереи-то истинного православия и не знают, и не нюхали. Они знают Никоновскую реформированную кухню, а я зову их к апостольскому огненному служению. Они еще до пятой главы Деяний Апостолов не дочитали и на второй главе не побывали. Нам очень сильно помогла наша стойкость. Мы никуда не подвигнулись и всех все время поднимали на молитву. И о наших бедах знал весь мир. И Бог коснулся сердца нашего архиерея и совершилось чудо, которое все еще по сегодняшний день продолжается. Епископ наш сам стал за русский язык. Но нет у меня никакой уверенности в нем, как в наших двух батюшках, в отце Иоакиме и отце Александре Желтухине, теперь живущем в Потеряевке, что епископ устоит в уже достигнутом им. Потому что даже если будет объединение патриархии с зарубежным синодом, они в первую очередь сойдутся на 100% в обязательнейшем служении только на непонятном народу церковно-славянском мертвом языке. И вот тут все может снова повернуть вспять, если наш архиерей не возлюбит Библию, как любил раньше мертвый язык церковный. Похоже, вопрос уже отвечен в восьмом томе 2167. Кавычки открываются. 30 января 1995 года. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Шлю вам Божие благословения. О, если бы оно образумило вас. Увидал пачку бумаги, ну, думаю, наконец-то заставил Игнатия ответить. Читаю, читаю, нет ответа. Новая ложь. Жидовское верещание. Ответьте, наконец, хоть на одно письмо. Предыдущее письмо я написал перед поездкой и не успел отправить. Простите. Вы не понимаете ни меня, ни моего служения и все беседуете со мной, вымышленным вами. О делах в других епархиях судите, не зная сути дела. Письма на 12 страницах полно хвастовства. Примеры приводятся не по теме, а попутные. Пишите, что у вас по самовнушению полегчало на сердце. А ведь это способность, присущая бесстыднику. Я же говорю все тяжелее о вашей беспросветной прелести. Болит голова, глаза, сердце, желудок. При всем при этом вы твердите, что это я вас бью. Но надо же, какое одолжение. Он подписал статью и мне соизволил прислать. Если бы только мне, разве были бы угрозы, прещение? Ведь вы мне, я-то слышу в глаза высказываемые мне гораздо более горькие упреки, ложь, претензии. Вы тысячам разослали яд обновленщины. У меня Евангелие на церковно-славянском одно, на престоле. Сколько сотен, уже тысяч я на своем горбу перетаскал, чтобы раздавать бесплатно Евангелие на русском языке. Сколько часов я простоял, проповедуя в храме, в школах, в тюрьме, в домах верующих и неверующих, проповедуя на русском языке. Как же вы можете свою ложь сдобрять выдержками из Писания? Прошу вас все же ответить на мой указ и прекратить свое многословие. Это не моя прихоть. Я должен исполнять церковные уставы. Я принимал архиерейскую присягу пасти овец, и только пастырским долгом продиктовано мое письмо, чтобы вас, приходы барнаульские и потеряевские, вернулись из-за блуждения горделивого. Себе не доверяя, не принял самостоятельное решение, но обратился к собору епископов, стоящих в истине. Вы хвастаете встречами с митрополитом Виталием и гневаетесь на меня, что я к нему хочу обратиться как к старшему, опытному, стяжавшему молитвенный дух. Как вы считаете себя стоящим в истине и постоянно противоречите сами себе, непоследовательны, хвостливы, горды? Как можно муку переписки с вами, не отвечающими, передергивающими, считать прихотью? Не было бы заботы, боли за вас, разве бы я вызвал ваш огонь на себя? Если бы не забота о церкви, какая сила меня заставила бы согласиться на епископство, которое лишило меня всего, что только может приносить отдых, отраду, успокоение на земле? Ведь я добровольно всего лишился, а вы по трафарету шпарите. Вот и ложь на ложь, образумьтесь! Владыка Даниил, зная наизусть греческий подлинник, дал исчерпывающую справку, кто из владык, что имел добавить, высказались. Мнение выразили без голосований, которое вообще не практикуется на соборе. Может быть, бывает, когда в исключительных и подходящих случаях путь к соборному решению лежит не через большинство голосов, а к поиску истины. Простите, путь к соборному решению лежит не через большинство голосов, а к поиску истины. Неоднократно архиереи оставляли свое мнение, если пусть и самый младший предлагал свое мнение более верное. Про добавку к символу был разговор в Потеряевке еще до того, как я услышал ее на богослужении. И вы, или отец Иоаким, сказали мне, что, мол, в округе и на месте усадьбы были старообрядцы, что и сейчас они есть в общине. Поэтому есть просьба оставить истинного. Я обещал вынести этот вопрос на собор и выполнил обещание. Вы мне ставите это в укор, нечестно, неверно, по-коммунистически. Да как же с вами дело иметь? Не по сей ли причине многие прекращают переписку с вами? Об этом вы сами говорили. Вы же не отвечаете на письмо, делаете бесстрастный критический обзор, разбор. Критика полезна, пристрастие греховно. Переписка без слышания неприятна, бессмысленна. Серьезный вопрос. Сможете ли вы заставить себя слышать и понимать окружающих? Я хотел узнать, почему предыдущее письмо вы писали, как и не мне, а придуманному оппоненту. Но вы мне в ответ, то ли иронию, то ли похвалу пустую, гамалиила еще помянули. Писал, что вы выхватываете кое-что по личным соображениям. В ответ вы, не делая анализа своим письмам и статьям, отфутболиваете эту фразу против меня. Ваше слово «традиция» в большинстве случаев видится как гроб, как старообрядчество. Но ведь традиция – это начало и конец воспитательного процесса. Это перечень и состав книг, вошедших в Библию. Это частная и общественная молитва. Это религия. Это все, что отличает человека от животного. Это память человечества, соединяющая его с Творцом. Только искаженное нововведение, отступничество, входящее в привычку есть порочная традиция, от начала же не было так. Христос обречает фарисеев не за сохранение традиции, а за подмену их. Заповедано так, а вы подменили. В вашей же интерпретации, когда традиция вам не нравится, тогда это гроб. А если нравится, то взять ее можно где угодно, и из сундуков старообрядцев, имя которое вы в нужном для вас случае употребляете, как страшное ругательство. Ваша тема-то о смирении беспроигрышная, да и поиздеваться позволяет над ревнителями Христовой истины. Да, тема беспроигрышная. Это первая заповедь блаженств, без первой ступени других не одолеть. Без смирения христианства не существует. А может быть лишь обман, антихристианство, смирение – это сущность явления в мир Спасителя. Каким иезуитским способом можно противопоставить ревность о Христовой истине смирению первой христианской добродетели, только исказив истину? Гордость в любом случае – это искажение преступления, и потому гордому Бог противится, смиренным же дает благодать. Пересмотра положения о перекрещивании вы можете добиваться лишь одним путем. Вновь заставить меня поставить этот вопрос перед собором. Покамис ни в коем случае не допускать своеволия. Правило вам такое – крещенных обливанием с троекратным возливанием воды и призыванием имени Святой Троицы не перекрещивать. Особые случаи представлять на мое усмотрение. Это мнение, которое может изменить только равный или больший собор. То же самое о русскоязычии. Меня этот вопрос касается более вашего. Однако недостатки не устраняются, а усугубляются беззаконием. И свое мнение я не считаю правилом, превышающим соборное определение. Посылать в потеряевку людей на проверку и для закалки – идея не моя, или ваша, или отца Иоакима. «Приехал некий человек, просил послушания. Посылаю к вам дать полной характеристики с печатью, не имею права, не зная человека. Вам подавай испытанного и проверенного. В такой помощи не нуждаюсь. У себя пристраиваю всех по возможности, хотя и трижды уже обкрадывали». Впрочем, до того, как вы определитесь, кому подчиняться своей ли воле или церкви, которой я принадлежу, у нас не будет никаких взаимоотношений. Навязываться вам не желаю, а вы никак не можете остановить своего потока подозрений, что какая-то корысть в моей опеке над вами – это моя обязанность. Неужели вы допускаете мысль, что совершенный компьютер, в который очень легко ввести программу с заповедями Божьими и церковными канонами, будет правильнее отвечать на вопросы, чем простец-христианин, имеющий сердце сокрушенное и видящий все множество своих грехов? По вашим писаниям это так. Епископ Евтихий написано 17 января 1995 года. Не хочется комментировать, чтобы не задеть тщеславие епископа, тем более, что он серьезно болен. Конечно же, простец, знающий только свои грехи, есть пенек неотесанный. Он глуп и ничего не ответит, а компьютер даст тебе абсолютно точный ответ. Архиереи страшно боятся образованного народа и жмут на исповедь и причастие. Им абсолютно претит видеть кого-либо в знании рядом с собой. А уж если кто-то вперед вырвался, то и по смерти такого будут проклинать. Псалом 36.10 Нам здорово помогла эта неразбериха с объединением. Сплошная катавасия. И им пока не до нас. Потом они и с нами снова начнут разбираться, откручивать голову. А пока что там неразбериха между собой у нас, как раз среди этой туманной истории с объединением, и вышли все труды. Теперь уже все позади, и мы молимся, чтобы только не умерло начатое пробуждение. Люблю математическую точность, чтобы вызвать удивление и страх. Насколько мудро, выверено, прочно, хотя все видимое скоротечный прах. Насколько в буквах священное писание рассчитано на главы и стихи. Для красоты наш череп скрыт под волосами, фиксируют рекорды у блохи. Все наши кости, жилы, плоть и кровь подсчитаны, занесены в реестры. Уменьшена молекулу и тем развязнее шаров. И на бессмертное легко поставишь крестик. Один Господь, Он и Его восущий. У нас одна душа, бессмертное тело. И жизнь всего одна, стон на навозной куче. Их нужно сохранить, в проект войти умело. Три на земле, и три всегда на небе. Отец и Сын, и Дух Святой вовеки. И этот Бог дал Библию, не требы, вершат историю герои, не калеки. Подсчитано количество святых, конечно, не по спискам, лжерегистратуре. Следы беспутные погибших и слепых, молитву воскуряющих и тех, кто курит. Нам три окна, варварины известны, Евангелистов четверо, а остальные ложны. Одна Христа Голгофа, к ней доберется честный. Там два меча, навек заправленные в ножны. Цветут однажды вешние цветы, Осемененные евангельской вестью. Из них нам мачты, дивные кресты, Пыльцою слова опыленный крестик. Нам семьдесят отпущено годов, Неплохо бы еще добавить семь. Но со скалы Орел подняться ввысь готов. Мы отойдем, но как, когда и с чем. 30 июля 2004 год. Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин